Приветствую всех зрителей канала Лёша Играет. Хочу закончить этот год ФФА сериалом по Beyond Earth. Всё-таки последние месяца полтора я только в Beyond Earth и играю. Сыграл уже очень много игр, все их записывал, но решил выбрать вот именно эту игру, где я играл за Палистралию, потому что здесь много, она такая разнообразная, то есть вы увидите и мирное развитие, и войну, и неожиданную развязку, то есть всё довольно необычно. Надеюсь, успею выложить до конца года, во всяком случае, примерно так у меня это всё запланировано, и уже в начале следующего года будет Цива. На этот раз мы играем в ФФА на пятерых, вот так собрались. Среди моих соперников уже знакомые вам Кицаль и Мастер, а также новички Камрад Гео и Тёртл. Более камерная обстановка, но никак это на динамику игры не повлияло. Традиционно прошу вас воздержаться от бессодержательных спойлеров и от оскорбления участников. Если вы смотрите видео не в день выхода, то переходите по ссылке в правом верхнем углу, белая кнопочка с буквочкой I, там будет ссылка на весь плейлист и можете посмотреть весь сериал полностью. Ну а на этом всё, приятного вам просмотра. А что этот бонус даёт? Какой? Так, сердце в песке, ну вот этот вот квест. Ну он даёт плюс к силе юнитов в итоге, я рассказывал только что, что я его выполнил. Так, ну вот я исследовал два этих города, так, наш этот феномен. Если учёные смогут воспроизвести эту технологию, то и военный потенциал провал дать любые затраты. Даёт бонус к силе юнитов за каждое здоровье. Плюс по здоровью – это плюс процент к силе юнитов. Понял? Да, я понял. Афигительный бонус. Да, я понял. Афигительный бонус. Вообще, заметит ли он? Начнём с этого. Так, проверим, как у меня тут. Во, во Фриленде ещё можно. Один торговый конвой. Тут все торговые конвои. Ну фига, вы там уже вплотную как с этим Чунг-Су. Но мы в союзе. Находитесь. Блин, жалко, тут нету... Нету... Артефакта. Артефакта. Ох, нет. Только поставил рабочего один раз. Не прикрыв юнитом. Сразу же уничтожили инопланетян. Хотя они зелёные. гнездо главное не разрушить гнездо проплывет кратко я понял блин как я тупанул что случилось мнение я понял ты город просто передвинул все блин прикольно кстати а так ты и как-то так можешь долго ну ты его мог ты можешь всем всю мою территорию так забрать две клетки должно быть не не двигаешь две клетки через вас союз такой хороший союз один у другого работал у меня забрал своим городом не хочешь наказать за это прикольно я тебе там позволяю исследовать что-то там исследуешь ты не тут натравливаешь на корейцы кстати мне надо юниты подстроить о есть артефакт отлично так что мне даст шпиль развод шпиль разрыва отличная фигня это хорошее от внутренних путей у меня-то караваны неплохо бегают надо мне строить шпиль разрыва и и юниты чтобы меня не вынесли блин у меня чё-то блин у меня чё-то проблема с полистрали что у меня есть только торговых конвоев что я просто тупо не успеваю каждый ход их отправить куда-нибудь так а вот тут было еще как и и капсулка лишь будем сотрудничать ну я не сушилешь я как бы в ту сторону уже даже не планирую селиться я хочу так ну хорошо регулирование рынка продаж это что численность населения при котором появляется новый торговый путь снижается на 50 процентов я не против окей туда я также предложение лишь так ребята я кучал похожу потому что я реально не успеваю постоянно если не успею то ну если не успею ответить извините знаете что мне надо делать мне надо вот у меня три торговых пути до в городе надо один пускать по внутреннему маршруту один к соседу и один на станцию вот как я буду делать вот из фрилэнда у меня куда бегают исходящие из фрилэнда в джимбумбу и в ранги то есть в ранги уже бегает значит один надо отправить на станцию вот киа гунган и один корейцу что по моему я там дофига чего чем я кашин даме к ним и дэль кощина азаром смех сет трейдер вот походу китай построил по ноптику чего чем я кашин дамян к ини кащин да так надо бы мне чё-нибудь мастер эти тоже соглашение отправил мастер 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 что мне взять что в гражданском а я не могу пока выбирать пока не наберу что я не понял откуда у меня две гармонии появилась а это я так стеркву поднял что много тебе 4 не по откуда у меня цветок построился самое смешное ребят что я иду по праведности но у 214 неплохо оля тебя я как всегда хреново развиваюсь видимо квесты выполнять лабораторию в количестве одной штуки купол я еще не скоро построю 10 инопланетян надо уничтожить уши лишь оставишь и гнездо пока джин бумба я его сейчас сам разграблю пару ходов осталось я вообще не вижу там гнезда честно говоря на херок сити гнездо инопланетян его обстрелил сейчас все это время вот как у него вообще не крест просто ну хорошо так на море конечно стрёмно играть у нас все города на золото на энергии стоят все равно не хватает ну а на сушу ты думаешь тебя было бы значительно больше энергии нас конечно я все клетки покупаю за энергию у меня шуткультура не растут конечно в разы передвигать город блин все хочется строить создание юнитов место передвижения вот да да есть такой момент тоже двигаться как-то вроде жалко ходы терять так как нам тут лучший город поставить чтобы по максимуму этого титана наверно вот тут так 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 Продолжение следует... Чингсу ползает... Чингсу ползает... Чингсу ползает... Моим владением... Своим посолям... Там пока пусто... Я не вижу ничьих владений... Там одни и на площадке 4 юнита стоят... Это владение инопланетян скорее... С медью еще есть хорошее здание... Сеть называется... Которая от меди дает... Неплохие бунт... Иначе это было бы слишком... Особенно для полистрали... Да у меня блин... Тупо некуда отправлять караваны... Оказывается... У меня нету даже столько городов... Чтобы туда караваны отправлять... Так... Построить бюро разведки... Так отправляй ко мне там... К Китаю... Проблема в том, что я открываю торговые пути... Вот, например, к тебе, Китсал... Ну... Доступные пути... Аксиома... Ну, к тебе, кстати, так себе просто... У тебя... Я получу одну энергию и две науки... А ты одну науку и все... Ну, я немножко про другое... Вот, например... Отправить... В Дангье... Ну, я корейцу вообще-то отправляю два каравана... Но, в принципе, отправить в Дангье... Я получу пять энергий и три науки... А он получит десять энергий и шесть науки... Это если ты отправишь... Очень странно... Аначе ты круто так развился, видимо... Трешно... А город с моря нельзя на сушу передвинуть? Нет... Блин, у меня квест на город на сушу поставить... Офигеть просто... Ну, поставь на сушу, в чем проблема? Ну, поставлю... Ну, конечно, поставь... Ну, я не хотел на сушу ставить город... Меня заставляет играть это делать... Молодец, будешь килики нехочуха... Производство... Сушу, Камрат, а ты дальше справа, что ли, находишься? Вот этого... Только что я вам пост поставил джимай... Справа ты, да? И сверху... Вот, чтоб я знал... Никуда мне не расселяться... Так, у тебя есть, ты могу кончить умение передать... Так, у тебя есть, ты могу кончить умение передать... Вот, честно говоря... Может, к силе юнитов взять... Не беда... Или к производству... Ну, блин, это и так даст производство, короче... Так, бюро разведки надо построить... Да, слушайте, а по какому мне пути идти? У меня вот фероксид... Один... Блин, он не дает мне грабить... Инопланетян... Вот облом... Ну, ладно... Два фероксида... Ага, один фероксид... Тут уже... Кореец... Захватил... Да... Чё-то непонятно мне... Чё-то непонятно мне... Ну, пошли в робототехнику... Ну, пошли в робототехнику... Так... Ну, вот сеть, видите... Плюс одна наука от меди... Надо, наверное, построить... Так... Надо исследовать... Я хочу идти в город тоже... Наверное, вот тут, где была, собственно, эта экспедиция... Поставлю город... Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS, справочника и карты городов. Кстати, 2GIS попали в тройку лучших приложений App Store за 2015 год. Так что не забудьте зайти на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу 2GIS, если быть точным. Как-то интересно, африканец города поставил. Ну, да ладно. Ну, то есть я бы не так ставил. В общем... Блин, ну вот если я тут поставлю, то... У меня не будет выплыва. Может, вот тут лучше поставить? Надо поплыть комрада найти. И сколько ты кицал с торгового пути ко мне получаешь? Там что-то 7 золота, что ли, посмотри. И 4 науки было. Ну, сейчас уже побольше. 9 золота и 5 науки. 9 золота и 5 науки, да. Ну, ты тоже нормально получаешь. 3 золота, 1 наука и ресурсы. Да, прям... Завали. Самое интересное, что у меня вот этих ресурсов, антигравия, фероксита, ксеномасса вообще практически нету. То есть я смотрю, что у вас... То есть они из них откуда берутся, получается? В смысле из них откуда? В смысле, ты имеешь в виду необработанные или ты имеешь в виду, что нет ресурсов? В каком смысле? Ну, а к тебе они идут? Фероксит там что-то... Обработанных у меня вообще в принципе нету. Ко мне идут от тебя титан, нефть и сейчас... Ну, титан и нефть есть. Я говорю про фероксит, антигравия нету. И ксеномасса. Как, у меня не открыты даже технологии для обработки ксеномассы. А, но тем не менее она от тебя ко мне идет. Прикольно. Ну, может, потому что в границах есть одна. Я могу сказать, что у меня в границах вообще всех городов два ресурса фероксита, один ресурс ксеномассы. Антигравия нету вообще в принципе. Так что я даже не знаю... Он им не нужен, это отстойный ресурс. Ну, почему отстойный? Они неплохо дают. Он энергию дает, он дает энергию. Он нужен для праведности, самой долгой победы в игре. По сравнению с остальными он в разы хуже. Ну, по описанию это, кстати, вообще самый фундаментальный ресурс на этой планете над играми. У Дакса только, к сожалению, энергия не самый фундаментальный показатель в этой игре. Так, в ричпорт отправим. И... Шесть, четыре. Ну, в доме давай. Не кончаются просто, инопланетян не кончаются. Ты... Блин. Короче, черепаха. Там под тобой... Ты будешь... Под своей столице город ставить на этот Антигравий или нет? Буду, а ты что? Хотя он покой мой старик и острый стоит. Не, ну... Там мало ли просто, может ты выше куда-то там расселяешься. Влево, вправо, не знаю. Малый, может ты выше этого? Ну, все, окей, тогда. Просто компьютер советует мне там город поставить. Слушай, компьютера... Блин, ну вообще на суше мне больше как-то не хочется никуда. Там, конечно, место клевое. А чем тебе, наверное, на твоей столице место не нравится? Это вообще отличное место. Ну, оно не такое отличное. Там нету трех... Четырех месторождений Антигравия. Ты нахрена нужен Антигравий? Ну, я-то праведностью играю. А, то есть... Я у тебя титан отжал, а ты у меня фероксид отжал, да? Ну, да. Я вообще-то поэтому и промолчал, я скажу. Я не среагировал, потому что я подумал, что я с фероксидом был так же. Маговый. Поэтому я и то так и оставил все. Без последствий, да? Строю резчиков, чтобы контролировать подходы ко мне. Мне надо еще тут городу поставить путь. И вот тут. Но для этого сейчас у нас здоровье хватает. В общем, нам пока. Да. Разобраться. Можешь поставить рядом с Нижним Антигравием, но то я поставлю на твоей столице, там где фероксид. Подожди, над моей столицей? Там над моей столицей нет фероксида. Ну, в десяти клетках. Там над ним все. О, не, ну ты можешь вообще в любом случае ставить там город. Мне это далеко, в принципе, хочешь ставить. Ты можешь поставить? А, ты вот этот Антигравием не разрешаешь забрать? Ну, если ты выше Нижнего не будешь, то едет в этих город, то разрешай. Рядом с Нижним ставь, покупай и остальные клетки. Ну, мне надо на суше именно поставить город. То есть, давай я под... Ой, блин, под этими под гриппами поставлю, хорошо? Ну, рядом с Хитином тебя устроят? Рядом с Хитином? Ща я посчитаю. Раз, два, три. Ну, ладно. Пойдет. Камрат, а как бы так тебя встретить? Ты отбанул Муса. Далеко у тебя где-нибудь там юниты вообще ходят? Я так понимаю, что ты не морской, ты на... У меня переград морской, а от Бану Муса у меня тут где-то 25, наверное, на восток. Ты на восток от Бану Муса? А, я имею в виду. Саприкант на перекуску. Нет, рядом рядом. Я вижу твой город рядом. Так вот, смотри, мой юнит ниже и левее от Бану Муса где-то на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, примерно десять клеток. Как бы там нам встретиться где-нибудь? Ну и значит где-то рядом. Вот если бы ниже на десять клеток ровно был бы, он бы стоял в моем бороде. Леш, ты торгуешь со станцией новой в Вавилон? Да. Понял. Я со всеми станциями, вот Киагунган, Шеклтон и Новый Вавилон я с ними торгую. Субтитры создавал DimaTorzok Да, все равно посадили все ко мне шпионов во Фриленд Уже почти два Это не я сразу говорю Уровень интриги Да не, мастер Давайте в Данге посадим И максимуму Заодно смотреть Так, а здесь Жесть, ты так, шерепаха города далеко кидаешь от сталь А, не, недалеко, все, я понял Так, бюро разведки построено Сеть медь даст Сначала фармацевтическую лабораторию, потом клинику Субтитры сделал DimaTorzok Так, аж ты разрыва здесь построен Здесь построен А вот здесь не построен Так, что у меня там с квестами? Червей пока не могу убить Десять инпланетных юнитов пока не могу убить Один юнит исследователя надо создать Внезапно Так, здесь, по-моему, купол Да А здесь Фармацевтическую лабораторию О, следующим ходом будет построено И мне исследователя надо еще одного Отлично Сейчас я квесты тут нам выполняю Субтитры сделал DimaTorzok Леша, продашь мне соглашение, которое торговые пути в столице дают? Налоговый рай Да, это военная силия Я все не знаю Без России Ой, блин, далеко Ну что же с тобой делать? Не отправил О, сколько тут инопланетян Так, из Пембеллы у меня бегают торговые пути в Ричпорт Вот Ну он увеличивает Теперь можно В какой-нибудь город 9 9, 7, 4, 3 8, 7, 4, 3 Ну давайте вот В Дангье Слушайте, ну вообще торговые пути оказываются нехило так Я вот реально По-хорошему Кроме как Если выносить соперника полностью Я не понимаю, зачем тут воевать Если все, что надо, я могу получить без войны Ну да То есть мне может объяснить? Все здесь вообще руля Ну вот я с торговых путей Вот просто один торговый путь отправляю к корейцу И у меня там уже 4 ксеномассы Вот у меня уже 16 ксеномассы Несмотря на то, что я их даже не обрабатываю У меня 15 Это же не обрабатываю То есть ресурсы тут и так есть без всякой войны ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, побережье или океан Ну, типа в океане, если будем воевать Хотя, если отбиваться 9 гармонии, 10 к скорости рабочих 3, 1, 2 Что там у других интересно? 2, 1, 4 3, 0, 1 2, 1, 2 Ну так вроде ровненько пока Да, геофизику давайте Очень мне не нравится на море играть Тут зимой ланшафт строить нельзя Только биоколодцы Это минус тоже Зимой ланшафт самое лучшее улучшение На сушенном Не считая фабрики, если качаться через промышленность Слушай, комрад, можешь как-то от своей столицы На три клетки влево сходить? Потому что тут эти инопланетяне Я в общем ниже бану мусы сейчас нахожусь Так что нашли энергии Гнездолги мне дали людей Ну вот на фига мне это исследовать Только ради того, чтобы выполнить квест я его построил Да? Ну вот и что мне Есть тут вообще какие-нибудь Этот? Вот тут исследовать плывет и так Ладно, отправлю-ка-нибудь сюда Так Мне дополнительный модуль исследователям нафиг надо Ура! Мы встретились Так Сеть, наконец-то Надо что бы ушел отсюда Ни好 вот зайкин же на вход а мои какие вообще умения свою улучшу ну блин 8 8 неплохо ну а я от торговых путей уже больше науки получаю так 435 что эту по силу строю на я ультразвуковый барьер так и не достроил так надо строить и надо видимо рабочих прикупить то значит тут я займу место что этот город собираюсь поставить но тут вообще помню негде город ставить как тут грустно все так так Продолжение следует... 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 5, 1, 10. А если из пимбелы? 5, 9. Так что лучше из ранги. А из пимбелы у меня бегает куда? По-моему, оба... Да, оба корейца. Значит, этот в свой город надо отправить. 14, 14, 13. Во Фриланд. 15, 15, 16. Ћ, Вamus. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уж я там снизил уже уровень интриги у себя в городе до нуля. Чего держать-то? Продолжение следует... Я нашел капсулу с ресурсами. Офигеть! Думаю все собрали уже... Обалдеть! Потом рядом с африканцем. Африканец что-то отправляет всех этих исследователей к чужим границам. Города ставят у чужих границ, у своих ничего нет. Не следует, городов не ставят. Не, ну он... Почему он поставил вокруг себя три города? Так. Какие у нас тут возможны соглашения? Ну что, тоже много гребешь, Леш, там, с этих, с караванов культуры всякой, там, денег... А можно культуру с караванок грибсти? Ну, по-моему, как-то можно. Ну, от станции только если... Ну, да-да, от станции. Там немного будет. От станции. Блин, слушай, а вот Катя в культуре не показывает. Мне только если посмотреть чисто по... Так. Что я тут гребу со станцией? Ну, со станцией я в ход гребу только... 9 культуры и все? С трех станций? Да. Больше... А, нет, у меня больше с двух. Да, отчитывая, что у меня всего 16 культуры в ход. Ну, вот Шеклтон, вот Шеклтон, максимальный, третий уровень. Третий уровень станции, она дает только 3 культуры, 3 производства и 4 науки в ход. Реально лучше отправлять, ну, к соседу. Да, она мне... Мне она дает больше. Да. Она мне дает 5 культуры, 6 науки, 6 производства. Интересно. Да, при том, что я там брал вроде на станции. А может быть, так вы... Подожди, может, ты выполнил квестмастер просто на ней? Наверное, да. Так я тоже выполнил, помнишь, я спрашивал, тоже типа плюс 20%. Даже артефакт нашел, офигеть. А, нет, вот видите, больше дает. Моя первая компа в этой партии. Что, твой первый? Ну, я нашел 3 артефакта за всю игру пока. Да, блин, у меня такой бонус отстойный, гиперкубическое наведение. А вдруг пригодится? Будет четвертая искать. Да, не пригодится как бы уже точно. Я тоже нашел. О, этот огромный город инопланетян. Так. Ну, сейчас в Ричпорте достроится, я смогу купить. Китсал отправил. Китсал отправил предложение. А? Так, надо... У мастера у нас с ним союз, все-таки. Технологии ветви. Мастер отправил предложение. Блин, у меня такие крутые предложения, офигеть. Такой задовольный вопрос. Я бы сам их у себя купил, если бы мог. Обалдеть, да? Даже за двойную плату. Так, ракетный планетоход. Улучшаем. Так, четвертый уровень гармонии у меня. Что? 4-1-2. Что там у соперников? 2-1-5. 1-1-3. 4-0-2. 2-2-3. Где капсула? А, вон она. Так, здесь покупаем два каравана. И один строим. А также строим шпиль разрыва сразу же. Наконец-то они поран завели. Субпартию в бьюи. У меня уже давно красная, я, блин, взял все умения на войну, там, культуру с юнитов, там, типа, мощь против инопланетян, все на свете. Только на этом, блин, и держусь. У меня квесты на их гнезда раздрабленные. Очень неплохое гнездо не мог найти. Вот сейчас нашел второе гнездо на 76-м ходу. Открытки, не знаю, полкарту, наверное. Это уже больше. Да, слушайте, за Палистралию как-то очень круто играется. Честно вам скажу. Следующим ходом куплю. Надо строить самолеты, потому что явно на меня. И это я не для нападения строю. Вон у Китсала какие-то там юниты тоже. Еще вот тут я хочу гор поставить. Я буду считать миссию по расстановке городов выполненной, в принципе. Сколько у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь будет городов. Так, какими вообще действующие соглашения? Затраты науки на технологии, открывающие юниты ниже на 20% и на 10% ветви. А тайные операции... Ладно. Вроде нормальные соглашения. 65 очков науки. Норм. Да, тут вот рядом с этим большим городом инопланетян, который самый основной, тут инопланетян как раз просто немерено. А где он находится? Не, ну это не все инопланетяне, это абрегены местные. Ну да, я понимаю. Это, наверное, предсечи какие-то. Но их много. Этот город слева от аксиомы примерно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, четырнадцать. Вот если ты влево от аксиомы на 14 клеток поедешь, то увидишь его. Ясно. Как ты легких они, ты говоришь, что молча так выходит. Слушай, черепаха, продаж в заповеднике? Блин, эти караваны толще хоть чуть-чуть. Что? Сколько из заповедников? Ну, пятнадцать вход получается. Нет, слушайте, что-то эти караваны вообще, по-моему, какой-то чит действительно полистрали. Вот я отправляю караваны и сразу одиннадцать науки получаю. Ты мне сколько надо зданий построить? Нет, я сразу сказал, да, это сама им бывает. Я говорю, продам, что поедешь. Может, плохо. Четырнадцать, девять. Не, ну, Фриланд, как бы это имбовой нацией, даже еслиешь это выигрыш, это партия, и никто не признает себя хорошим игроком в этой группе, он будет говорить, что ты играешь имбой. Ты понял, Туртл? Не, ну, по-честному, вот эти бонусы с караванов, они самые крутые. И всех наций собрать в цель бонуса самые крутые с караванов. Ну, Вик, а ты еще с ним засоюзился и помогаешь ему еще больше дрести. Нет, ну, ну, подождите, а никто же вам не мешает купить у меня эти дипломатические штуки? Ну, я купил, кстати говоря, и... Что, вы те же самые... Я же не получаю бонусы к каравану. Я получаю бонусы за количество караванов. А караваны у вас точно такие же будут, как и у меня. Почему тут... На два больше караванов в столице, как бы, я не думаю, что это... Нет, а, кстати, а давай посчитаем, Леш, у тебя... У меня знаешь, сколько караванов? Сейчас скажу. Нет, ты просто скажи, сколько у тебя в столице караванов. Пять, шесть, семь, восемь. У меня всего девять. Нет, ты просто скажи, сколько у тебя доступно караванов в столице сейчас построить. Столице... Так, пять штук. Да ладно. Ну да. А у меня четыре. Да ладно, а почему у тебя пять? Ну, я же у тебя купил две... Ну, два соглашения на караваны. Ну, отлично. Ну, вот о чем мы речь, блин. То есть у человека караванов больше, чем у меня. Охренеть. Нет, это в столице, но не в других же городах. В сумме-то у тебя больше. У тебя же в каждом городе еще по одному каравану построить. Ну, их еще построить надо, как минимум. Да, они строятся, у меня заход, честно говоря. И если... ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 5 энергии и 6 науки могу получить А с корейца у него города тут Тоже как-то он развился походу Получается выгодно не развился А может это потому что у нас союз типа с ним А с тобой сотрудничать? У нас союз, да 5 энергии и 6 науки в ход А если отправлю в Дангье корейский Я получу 10 энергии и 8 науки Ну тут уже 11 науки нету города Потому что я уже в него отправил Ну в принципе все равно больше Ну ты можешь изо всех своих городов Допустим в этот город там где 11 Отправить Просто Да Принять конечно 11 науки с одного каравана Это вообще бред полный Вот я получаю 56 науки Но подожди У меня по-моему что-то еще принято на караваны Ну так естественно Тебе нужно принимать там Увеличение выхлопа от внутренних и от внешних Да, да Я получаю еще здоровье от караванов Ты же знаешь что в правой ветке там еще бонус есть увеличивающий Вот которая там промышленность или как она называется Ну я ее и открываю собственно Вот, да Там просто блин Такое А если ты еще найдешь артефакт Который шпиль разрыва Называется То это просто Еще плюс 50% Но он только на внутреннее Он только на внутреннее К сожалению Артефакт? Да Артефакт, да То есть я не смогу получать там еще плюс 5 науки Ну а наука инопланетян открыта Так Теперь надо Военное Открывать Орбитальные кстати что-то у нас поблизости Страж станции О Вот это мне очень надо Удваивает производительность торговых путей А если я еще страж станции построю Который удваивает производительность торговых путей От находящихся под ним Хотя блин станции они немного дают Вот по хорошему Блин Почему-то они корейцу больше дают чем мне Я не понимаю почему Ну потому что он квест выполнил судя по всему Да я тоже выполнил на этот Шеклтон Причем тот же Шеклтон Плюс 20% он мне написал Что типа я тебе дам Ничего не дает Ну дает наверное А сколько тебе дает вот этот Кеогунган? Сейчас я пока сейчас тут немножко занят Мастер что там у тебя за это? За новости интересные такие Хотел разрядить обстановку Давайте в массовое производство пойдем Голоматрица Люблю я этот Спутник Он культуры много дает Субтитры создавал DimaTorzok Так, слушайте, а я не могу сюда Слушай, черепаха оставишь гнездо Караван никакой отправить Около инопланетного города На Фероксите Собирай, я все равно их не уничтожу Ну, отлично Так, из Фрилэнда 6-9 3-9 А какой тут раньше закончится? В Новый Вавилон? Нет, пускай Новый Вавилон бегает А, кстати, примешь соглашение продаж Которое я хотел Я так не понял просто Приостановим А, ну все, сейчас придет Сейчас придет Отправил А, инопланетян надо уничтожить Биофабрику построить И Купол Так, где у нас биофабрика и купол? Биофабрика у нас вот тут Да А купол у нас Вот тут А, ну я его скоро Смогу строить, кстати А, ну как А, ну я я ксенопитомник кстати ксена скважины надо обработать их ничего ничего копать блин я аж мог титан обработать а есть насколько с меня получает Ну это так, а вот тут 4, 8, 12, 16, 16, науки вход, неплохо, а вот еще, да, нехило так, хотя я неплохо с китайцей науки получаю тоже Так, вот страж станции можно построить и ракетную батарею Субтитры сделал DimaTorzok Так, а когда у нас вообще самолеты апаются? Не тут надо смотреть, вот так, модифицировать юниты, тактический истребитель, 11 уровень Да, до 11 уровня далековато Капсула Так, надо тут город поставить Все-таки Блин, сколько он тут этой экспедиции еще будет мурыжить? Джимбумба голодает Шпиль разрыва готова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok так что у нас тут следующим ходом можем энергию под украсть и кстати сколько стоит купить страж станцию у к его куплю так тут надо быстро действовать и занять скелет инопланетянина а Ну давай, Туртл, заканчивай ход. Ожидание быстрого скачка. Блин. Оба раза не удалось похитить энергию, класс. Ожидание быстрого скачка. Ожидание быстрого скачка. Ожидание быстрого скачка. Да, а я не достаю. Надо увеличивать радиус. Давайте в джимбумбе построим ракетную батарею. Она увеличит антиорбитального удара. Вот пусковой комплекс, да, на три клетки. Да, до Шеклтона долетит. Но и во Фрилэнде тоже надо. Пусковой комплекс. Давайте-ка вот его сначала. И в джимбумбе. Так что подождет пока. Пусковой комплекс. Пусковой комплекс. Пусковой комплекс. Надо этот сигнал найти. То есть получается сначала ты ищешь сигнал, копая руины предсечь и запуская телескопы, правильно я понимаю? А потом трансцендентное уравнение составляешь. или отработает объекты находишься не а как ну типа нужно эти три части сигнала и есть три способа это сделать один способ это ты находишь в руинах предтечь второй способ ты строишь трансцендентное уравнение третий способ это запуск космического телескопа то есть если ты не находишь его в руинах шумит от кого-то очень сильно от кого это было от меня наверно сейчас он появился сейчас нет потому что поувеличивающий такой вот сейчас опять увеличивается да ты там подшумляешь слегка блин вот у африки сверху такие места классные города ставить не там раз два три 4 5 6 фероксита 6 фероксита антигравия 4 не 5 штук дверь на вас здесь на африканец он просто сам по себе игрок агрессивный как я понял он обычно воюет поэтому я смотрю по манере вид и все время города кидаешь к другому игроку как будто готовишь для атаки плацдаром и когда город рядом поставил первое что ты сказал типа как я ему буду захватывать неудобно поставил город видно что ты нашел город шести клетках он на и столице и вообще-то мы с тобой договорились она не 6 клетках раз два три 4 5 ну от границы я понял не я я просто думал что я даже не считал клеточки я просто я обсчитался по антигравию я просто думал что ты мне разрешил поставить город так чтобы обработать вот эти три антигравия просто обсчитался но так или иначе все равно падать не собираюсь так надо не хам радом поторговать вот к науке за счет стратегических ресурсов 150 следующим ходом можно будет он нам через черный город мубе игрок смотреть сколько она дает 30 энергии 8 культуры ну как чтобы я сильно в восторге на этом пока все для того чтобы успеть до начала нового года я буду стараться выкладывать серии каждый день но если вдруг все-таки будут проблемы тут загрузкой то через день должна появиться серия в любом случае спасибо что досмотрели до конца не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры